Несколько операций, 8 блоков химиотерапии и частичный паралич. 17-летнему Александру Саковичу даже сидеть тяжело, но по-мужски быть настоящей опорой для мамы признается обязан. Позади несколько лет болезни, боль в спине, томография и диагноз саркома Юинга, если проще опухоль поясничного отдела. Началось лечение в Боровлянах, затем реабилитация, а через три года рецидив. Но и сейчас есть надежда на полное выздоровление. После операции Саша сразу сказал, что меня столица спасла, потому что боли немножко ушли. Спасибо всем врачам. Опухоль смогли остановить. Надеемся, что все будет хорошо. Пока еще на ноги встать не удается, но думаем, что после лечения все у нас получится. В этой семье сдаваться не привыкли. Сейчас надеются, что 18-й день рождения Саши, а он через несколько дней, встретят дома в Бресте. А пока об обычной жизни Александру напоминает любимое занятие. Талант к рисованию юноша в себе открыл во время болезни. И пока врачи лечат тело, хобби исцеляет душу. Мам, здесь есть рисунки? В телефоне есть. Нет, есть что-то есть. Вдохновение Александр черпает из того, что его окружает. Сегодня в творчестве превалирует медицинская тема. Оно и понятно. Больничные стены, оборудование. В этом центре оно самое современное. Например, этот аппарат может определить генетические поломки опухолевых клеток и врожденные дефекты иммунной системы. Опухолевые клетки просто так на ровном месте не появляются. Должно произойти какое-то событие, генетическое событие, нарушение генов, перестройка генов, мутация в генах, которая перерождает нормальную клетку в опухолевую клетку. От этого зависит стратегия лечения. Молекулярная биология особенно важна в лечении детской онкологии. Ведь если у взрослых 90% опухолей связаны с экологией, вредными привычками и стрессом, то для самых маленьких большее значение имеет генетика. Именно поэтому в центре не только оперируют, но и исследуют опухоли и лечат стволовыми клетками. Для этого здесь работает несколько лабораторий. Об эффективности комплексных программ здравоохранения, в том числе в лечении онкологии, говорил и президент Александр Лукашенко. Кроме того, во время своего последнего посещения центра глава государства дальновидно назвал клеточные технологии и генную инженерию главными направлениями развития медицины. Здесь услышали и сейчас реализуют проект. По сути, новый уровень здравоохранения. Индивидуальные противораковые вакцины вскоре смогут помочь больным онкологией. Выделяем ДНК у пациента и уже подбираем, вернее опухоль у пациента и подбираем, делаем вакцины на основе ДНК вот этой опухоли на те точки, которые именно разрабатываем лекарства, которые конкретно для этого пациента могут потом помочь с остаточными опухолевыми клетками. Лечение онкологии – процесс дорогостоящий. Донорский костный мозг стоит около 20 тысяч долларов, трансплантация – до 150 тысяч. При этом в любой западноевропейской клинике сумма минимум в два раза выше. Поэтому лечить детей в белорусский центр привозят из нескольких десятков государств. В основном это страны СНГ, но есть и пациенты даже с Ближнего Востока. Только за год госбюджет пополняется на 2 миллиона долларов. А это те деньги, которые спасают жизни белорусским детям. Ведь для родителей лечение не стоит ни копейки. Я вижу в центре колоссальный успех в лечении пациентов с лейкемией. Знаю, что трансплантации костного мозга белорусские врачи учили коллег из Казахстана. Развивается терапия и, что очень важно, диагностика. Я уже не впервые приезжаю. Вижу, что в центре высокий европейский уровень лечения. Благодаря этому 72% детей с онкологическими заболеваниями в стране выздоравливают. Точность в цифрах важна. Здесь ежеминутно сражаются за самое ценное. К своему 20-летнему юбилею медики спасли 50 тысяч лет жизни. А если речь о каждом ребенке в отдельности, число выздоровевших юных пациентов можно сравнить с населением Логойска или Молодечина. Влада Корницкая, Маргарита Науменко, Марина Тимофеева и Денис Ткаченко. Наши новости ОНТ. Субтитры создавал DimaTorzok